Теперь о важных заявлениях президента, которые прозвучали в Москве на Всероссийском совещании судей. Фемида и коррупция, злоупотребление правом, кому не место в судебной системе и что нужно сделать для более эффективной работы. Подробности узнаем у нашего корреспондента Александра Черепниной, она выходит на прямую связь со студией. Александр, вам слово. Здравствуйте. Темы, которые стоят на повестке, совещания председателя федеральных судов, безусловно, так или иначе касаются всех, потому что, когда речь идет о развитии судебной системы, то можно говорить, что речь идет и о развитии, укреплении законности и соблюдении прав граждан. Именно это подчеркнул президент в своем вступительном слове. Он начал с того, что подвел некоторые итоги реформы судебной системы. Она началась в 2014-м. В частности, в ходе нее были объединены верховные и высшие арбитражные суды. Это помогло добиться единства толкования норм права. Но развитие судебной системы нужно продолжать. И вот новой ступенью может стать реформирование института присяжных заседателей. Если укрепить его роль, то можно повысить объективность судебного процесса. И начать, по мнению президента, нужно с того, что снизить количество самих присяжных необходимо. Их не обязательно должно быть 12. Собственно, почему у присяжных должно быть именно 12? Почему не 20, не 25, не 10 или не 7? Нет никаких научных обоснований, что чем больше присяжных, тем справедливый вердикт и тем эффективнее будет работать сама система. Главная задача – представить возможность, как можно большему числу граждан избрать именно эту форму правосудия. Однако только за прошлый год количество дел, рассмотренных судами с участием присяжных, сократилось в полтора раза. Это ещё одно свидетельство неэффективности этого института в нынешнем его состоянии. Считаю, что необходимо расширить сферу деятельности судов с участием присяжных до уровня районных судов. Ещё одна тема – это декриминализация ряда статьи Уголовного кодекса. Речь о преступлениях, которые не представляют большой общественной опасности. Об этом Владимир Путин говорил ещё в своём послании к Федеральному собранию в декабре. И вот сегодня затронул эту тему ещё раз. Соответствующий проект поступил на рассмотрение Госдумы, однако пока он вызывает там неоднозначную реакцию. Часть экспертов утверждает, что декриминализация этих статей УК приведёт к росту бытового насилия. Но давайте не будем забывать, что либерализация должна коснуться только тех граждан, которые совершили свой проступок в первый и единственный раз. Потому что повторное, аналогичное правонарушение уже должно привести к уголовной ответственности. Мне кажется, что нужно людям, которые оступились, приступили закон, всё-таки дать шанс остаться в здоровой части общества и не подвергать их судебному уголовному преследованию, не вешать на них судимость. Говорил президент и о создании безопасных условий для работы бизнеса. Речь, конечно, совсем не о том, чтобы суды относились к предпринимателям с какой-то особой снисходительностью. Но вот превращать уголовное законодательство в инструмент для расправы с неугодными бизнесменами недопустимо. Не менее актуальная тема – поставить барьер на пути тех, кто использует уголовные преследования как дубину в корпоративных спорах, конфликтах или, как в народе говорят, разборках, или для отъёма собственности у законных владельцев. Требования закона ко всем должны быть едины, но в силу сложности предпринимательской деятельности, рисков, которые её сопровождают. Не всегда чётких, надо прямо об этом сказать, совершенных правовых норм, регулирующих вопросы ведения бизнеса, порой не так просто разобраться, где уголовное преследование оправдано, а где под видом борьбы с нарушением закона происходит злоупотребление правом. Мы обязаны сделать всё для того, чтобы максимально исключить подобные случаи и создать условия для свободной, безопасной работы бизнеса. В Москву приехали председатели федеральных судов из всех регионов. Семинар рассчитан на два дня. И вот в конце своего вступительного слова Владимир Путин пожелал участникам семинара удачной и продуктивной работы. Валерия. Александра Черепнина о Всероссийском совещании судей, участие в котором принял президент.